Всем привет! В этом видео мы разберем с вами сценарий, когда мы находимся за городом, например, на даче, и там нам необходимо реализовать интернет-соединение. При этом с этим есть определенные сложности, так как мобильная сеть у нас ловит весьма и весьма посредственно. И для этого есть специальное устройство – усилитель интернет-сигнала с 3.2.pro. Сразу стоит оговориться, что работать будет абсолютно везде, по всему миру и по ближайшему зарубежу, Беларуси, Украины, Казахстан и так далее. Проще говоря, региональной привязки к российским операторам нет. Для всех, кто сомневается, устройство можно вернуть в течение 7 дней, гарантия – год, а срок службы, заявленный производителем – это 10 лет. В комплекте у нас идет все необходимое для того, чтобы закрепить устройство на мачте, либо на крыше, на стене, дома. В общем, здесь будете выбирать исключительно вы сами, смотря какой формат установки для вас будет максимально актуальный. Ну и самое главное, что вам ничего докупать не нужно, фактически нужна будет только сим-карта для того, чтобы все работало. Разберемся с принципом того, как же происходит усиление сигнала. Если, например, самого сигнала сотового оператора фактически и нет в обозримом радиусе вокруг вашего дома, а возможно и даже поселение. Реализовано это благодаря высокому коэффициенту усиления сигнала. Street2 Pro имеет уверенное соединение с интернетом на расстоянии до 15-17 километров от базовой станции любого мобильного оператора. А также прекрасно справляется задача подключения к сетям 3G и 4G, где прием сигнала с помощью обычных 3G или LTE устройств затруднен или вообще невозможен. Как происходит подключение? Здесь нужно выполнить несколько последовательных действий. В нижней части находим закрытый лоток сим-карты, откручиваем крышечку и туда устанавливаем сим-карту. Подойдет любая сим-карта, TMTS, Megafone, Yota, Beeline, в общем, все, что у вас как раз под рукой есть, то и подойдет. Ну или что для вас будет максимально актуально. Изначально, естественно, должен быть предоплачен тарифный план с интернетом, лимитированный либо безлимитный. Рядом находится другой порт, это порт Ethernet. Он у нас закрыт для того, чтобы туда не попадала влага, аналогично колпачком. Но при этом мы его откручиваем и сначала продеваем кабель через зажим и далее уже подключаем само устройство. Ну а потом назад устанавливаем колпачок с зажимом на устройство. Все прилегает максимально плотно и влага внутрь не попадет. Стандарт защиты у нас здесь IP67. И вообще, Street 2 Pro это устройство, которое может жить в современных реалиях России. Причем у нас здесь от минус 30 до плюс 40 градусов без каких бы то ни было проблем. Дождь, снег, без проблем. Аналогично выдержит и не доставит никаких хлопот. Как происходит питание устройства? 220 розетку где-нибудь на крыше ставить не придется. У нас есть кабель длинный в комплекте и соответственно он у нас является основным источником питания. Благо в комплекте у нас есть POE адаптер и как раз в разъем POE подключаем наш Ethernet кабель. Далее мы имеем второй LAN выход, за счет чего можем получить до 100 мегабит скорости через LTE без каких бы то ни было проблем. В него можем подключить какое-то конкретное устройство вроде ноутбука, так сказать, напрямую к интернету. Либо, например, дополнительно роутер, если вам необходимы, ну те же там 5 ГГц или вы хотите супер-мега покрытие Wi-Fi на огромном участке. В этом случае, конечно же, лучше использовать отдельный роутер. Но не нужно забывать, что в Street 2 Pro предустановленный модуль Wi-Fi. Следовательно, он может раздавать Wi-Fi и это будет очень актуально, вот в моем понимании, для реализации системы умного дома. Мы на канале не так давно рассматривали систему видеонаблюдения, она подключалась по Wi-Fi. Вот как раз здесь она смогла бы сыграть просто ну-ра, так как у нас есть камера, которая устанавливается по периметру дома, то есть с внешней стороны дома. И, соответственно, вы получаете уверенный сигнал Wi-Fi вокруг дома, ну так как у нас устройство установлено на улице, так еще и сверху на крыше. И вам нет необходимости нагружать ваш основной роутер таким образом, ну или его устанавливать каким-то образом, чтобы камеры до него легко дотягивались. У нас, так сказать, есть внешняя сетка и все работает. Ну и, конечно же, бывает часто так, что дом небольшой и дополнительный роутер вам просто не нужен. Хватит абсолютно тех возможностей, которые предлагает Street 2 Pro как универсальное устройство. А тебе отмечу, что сборка здесь на высоком уровне. Ничего не люфтит, каждая деталь подходит к другой идеально. Даже когда мы начинаем закручивать тот же кабель, все происходит именно максимально плотно. Ну и сама работа не вызывает никаких нареканий, запускается все буквально там за минуту, даже, наверное, чуть меньше. То есть, фактически только подключил к электропитанию, а у тебя уже доступен интернет. Вот, это реально дорогого стоит. А настройка максимально простая и быстрая. С ней справится абсолютно любой. И в итоге это отличное решение. Не только для дачи, но и для полноценного загородного дома, где вы будете жить на постоянной основе. Что касается настройки. Есть веб-доступ, как в классическом роутере. Но есть одно небольшое отличие. Мы наглядно видим уровень сигнала 4G, либо 3G. Все это, кстати говоря, можно аналогично выбирать в настройках. То есть, если у вас 4G, ну, по какой-то причине нет, есть только 3G, можно выбрать только 3G. Можно выбрать 4G, можно выбрать переход от 4G к 3G. Да, и он будет переключаться между ними. Можно от 4G к GSM. Вольны выбирать именно вы, как хотите. Можно выбирать частоты, можно подключаться ко всем. Все это настраивается через админ-панель. У нас есть показатель уровня сигнала. Это необходимо для того, чтобы мы перемещали само устройство и искали ближайшую точку доступа. Возможно, даже не ближайшую, а наиболее стабильную. Так как у нас достаточно далеко все это дело бьет, можем найти та, которая находится, например, в 7-10 километрах от вас. Она будет менее нагруженная, чем ближайшая к поселению. И таким образом вы получите более устойчивый сигнал интернет-соединения через тот же LTE или 3G. В итоге это все. Можно замерять скорость, наслаждаться интернетом даже вдали от цивилизации. При этом не рассчитывать на то, что у вас рядом с поселением, например, с кем-нибудь дачным участком, либо с загородным домом находится вышка сотовой связи. Неважно. Даже если она на приличном расстоянии, все сможет спокойно у вас работать, и вы получите выход в интернет. Сможете и YouTube смотреть, и наслаждаться умным домом, и на самом деле всем абсолютно функционалом, который нам и дарит глобальная паутина. Напомню, ссылка в описании, большие пальцы вверх ставим, подписываемся на канал, если здесь красная кнопочка, она обязательно должна стать серой. Нажимаем на колокольчик два раза, а также пишем в комментариях ваше мнение по поводу данного типа гаджетов. И, в принципе, для вас актуально, чтобы у вас был интернет в загородном доме. Пишите. Я все читаю, на все отвечаю. Не прощаюсь. Совсем скоро увидимся. Продолжение следует...